Я вернусь Я вернусь Меня ты в час любой укроет Не спеша тебя, моя душа Ангел мой, незримо буду рядом Позарять твои простые дни Я вернусь 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 Я так готовился к этой встрече, почему-то чувствовал, что отсюда, из Праги, пойдут некоторые волны, новый импульс и в России, и в Европе, и в Америке. Оно так и случится, если мне дадут все договорить, что я планировал. Поэтому я начну с самого начала. Итак, в России начинается перестройка. Молодые предприниматели, особенно те, у которых что-то получается в жизни, начинаются заниматься бизнесом. Они гордые и мечтают стать миллионером. Вот один из предпринимателей по фамилии Мегре арендует большие речные теплоходы и уходит с караваном глубоко на сезер. Зачем он это делает? Чтобы сделать большой бизнес, чтобы торговать в отдаленных районах севера, чтобы привозить оттуда меха всевозможные, оттуда товары нашей современной цивилизации. И все получается очень здорово. В населенных северных пунктах, где к этому времени нет домов культуры, встречают белые теплоходы, на которых есть ресторан, бар, дискотека. И приходят полностью, приходят все населенные пункты, чтобы совершить прогулку на таком теплоходе. И вот проходит время, и я был, ну я был, я и был в тот самом Мегре, конечно. И был горд, что у меня так красиво и хорошо получается бизнес. Но через некоторое время я встретил двух стариков, которые стали рассказывать о звенящем кедре. Еще через год я решил срубить этот кедр и пошел еще в одну экспедицию на сезер. И вот я не нашел двух этих стариков, но встретил, встретил женщину, стоящую, одинокую женщину, стоящую на берегу, в телогрейке, обмотанную платком и в резиновых калошах. И она предложила меня провести к этому кедру. На вопрос, ты знаешь, что не будет в звенящем кедре, она ответила, да, я могу тебе его показать, только нужно идти в тайгу 25 километров. И я пошел. Те, кто читали книгу, а здесь, наверное, большинство читали книгу, они знают, что на одном из привалов я сел, выпил коньяку и предложил этой женщине выпить. Она сказала, я не буду пить, я лучше солнышку искупаю. Потом она сняла с себя телогрейку, сняла платок, длинную юбку, и я увидел вот эту вот прекрасную женщину, которую сейчас знают во многих странах по имени Анастасия. Я не буду пересказывать всю книгу, а попытаюсь сейчас посмотреть вместе с вами на те события, которые происходили тогда, глазами вот через 20 с лишним лет. Вы все знаете, что благодаря Анастасии я написал 9 книг. Потом споткнулся и стал исследовать то, что я написал, то, что она говорила. Почему я это стал делать? Потому что написанные стали исследовать многие лидеры, известные лидеры духовных конфессий, мусульманских, христианских. И стали исследовать ученые, стали проходить в самых крупных вузах нашей страны, России, круглые столы, конференции ученых, посвященные явлению Анастасии. И то, о чем я писал раньше, просто вот потому что писал, потому что она говорила, потому что это меня удивило, мне захотелось тоже исследовать. И тогда я занялся этим, вот что получилось. Итак, идя следом за Анастасией, я увидел впервые место, где она живет, ее поляр. Это красивое место, но там нет никаких построек. Я написал, что она может спокойно спать просто на траве, она может спать в берлоге, и она не думает о продуктах питания, она не думает вообще о еде, она не думает вообще об одежде. И первоначально это было, ну, как-то удивительно. И непонятно, что может делать человек, если ему не нужно думать о доме, как его построить, о том, что сегодня покушать и что сегодня одеть. Все, что касалось первоначально убедителей, необыкновенной, волшебной, впоследствии оказалось совершенно простым явлением. Белки по ее жесту собирают орех и складывают у ее ног. Если она ложится на спину, раскидывает руки и делает другой жест, тогда белки очищают орех от скорлупы и сами вкладывают ей в руку. Но в Академгородке, в Новосибирском Академгородке тоже много белок. Они, наоборот, выпрыгивают на дорожку и требуют от человека пищи. Их никто этому не учит, каким-то образом они сами так привыкли. Я в этом году был снова в Новосибирске, снова в Академгородке. И также белки продолжают требовать у человека пищу, могут сесть ему на руки. Их, они учат, свои новые поколения, вот такому попрошающеству. В случае с Анастасией они научили другому не просить отдавать человеку. И так они делают тысячелетиями. Старшая белка, мать, учит бельчонка реагировать на человека и давать ему. Я рассказывал еще в книге, что, ну вот, медведица. Ей подчиняется медведица. Ну, правда, это немножко сказочно, немножко фантастично. Ну, как так? Медведь огромный может возиться с ребенком. Ну, делать еще какую-то работу по ее, ну, по ее указанию. Оказалось, это тоже необычное, ну, простое дело. Перед поездкой сюда я случайно наткнулся, а может быть не случайно, на такой видеоролик, где женщина в своем домашнем хозяйстве копает картошку. А на соседней грядке ей помогает медвежонок тоже копать картошку. И она, женщина, поворачивается и говорит ему, ты там только аккуратнее. Он головой мотает и продолжает. А потом я увидел, что все животные созданы для того, чтобы служить человеку. Просто человек живет отдельно от них, и они одичальны. И не только человеку может служить не только верблюд, лошадь, ослик, кошка, собака, но и змей. Но вы сами можете посмотреть в интернете, как в Африке пришел удав и подружился с маленьким мальчиком. Его взяли, унесли обратно в джунгаль. Удав снова вернулся к мальчику. И сейчас они дружат, он спит на удаве, потому что он холодный, а там жарко. Ну, то есть, другими словами, ну, еще я могу добавить, что, знаете, в древности у славян, у вас, у нас, мы все одинаковы. У вас, у нас корову выбирали с помощью змеи, которая жила в Хриву. Ну, в общем, теперь, глядя с этой позиции на ту ситуацию, что делала Анастасия, все встает на свои места. Анастасия, вот эта ее полянка, это ее территория. Звери, волчица, медведица, ну, все звери, которые там живут, белки, они воспринимают ее, как руководителя стаи. Самое главное прощение для этих зверей, это когда она их подзывает к себе. А если еще, не дай Бог, погладит, то это полное блаженство. Или, может, это медведица, это там волчица, это самый дикий зверь, сразу вот так вот начинает ложиться на землю, лапки кверху, вот мордой вот так вот вертит, благодарность. Вот если подойдут звери с другой территории, они уже так не относятся к Анастасии. Но так же ведь поступает и собака, похожая на волка, которая живет в хозяйстве, она тоже виляет хвостом, встречая хозяина. Ну, еще первоначально, что, как отличается Анастасия от других людей, живущих у нас. Она очень красива. У нее в теле какая-то колоссальная энергия, которая чувствуется, когда находишься рядом с ней. Мы привыкли видеть сельских жителей и ошельников, которые там немножко вот сгорблены, или вот там у них ногти не обработаны, или еще как-то. А у нее все в идеале, будто бы холеные руки. И еще одна особенность. Вот когда она говорит, то видишь то, о чем она говорит, словно голограмма. Перед тобой проходит словно голограмма. И не важно, о чем она говорит, о древности там, о событии, которые было 5-10 тысяч лет назад, или о событии, которые происходят в нашей жизни. И еще она говорит о... таким языком, так переставляет слова, что то, что она говорит, запоминается на много-много лет, даже если у человека плохая память, как у меня. Поэтому я могу, конечно, прочитать вам что-то из книг, но я могу на память сказать 9 книг. Не бойтесь, я это не буду сделать. Но я скажу вам о своих любимых местах. Ну, короче говоря, в сотворении, вот как получилось, как книжка сотворения, когда говорят, Мегре пишет кандовым языком. Он пишет только для простых людей. Он не писатель, он какой-то непонятно что. И мне это стало обидно, я сказал об этом Анастасии. И потом она посмеялась над этим и говорит, так я же говорю твоим языком, чтобы твоим друзьям в первую очередь было понятно, предпринимателям. Но я могу показать и другое. И тогда она на одном дыхании выпалила вот эту вот книжку сотворение. Она нарисовала, она выпалила весь этот монолог белым стихом, необычным белым стихом. И она впервые рассказала о чувствах Бога. Нигде в литературе, ни в художественной, ни в церковной не говорится о чувствах Бога. Она впервые рассказала о сотворении Земли человека не с позиции материи, а с позиции чувств. Сейчас то, что она сделала, ученые называют метафизикой. Правда, вот эту книгу не удается с точностью перевести на другие языки. Но переводчики стараются, может, кому-то удастся. И мне, когда я перечитываю, мне самому нравится вот эта вот потрясающая картина, которую она нарисовала, о любви, о Боге. Поэтому мне и нравится, когда впервые к Адаму по траве росой умытой. Днем праздничный, в луче восхода, к Адаму дева шла. Поход как рациозно, строен стан, изгибы тела плавные, нежные. В оттенках кожи свет божественный задний. Все ближе, ближе, вот она. Перед Адамом дева встала. Поправил ветерок золотые пряди. Открывая лоб, Вселенная свой затаила вдох. О, как прекрасен ее лик. Твое творение, Бог. Адам наделал подошедшую скляну, Слегка зевнул И отвернулся, закрывая линии. Ну вот оно, еще одно творение подошло. Нет ничего в нем нового. Лишь на меня похожесть. У лошадей коленные суставы и гибче, и прочней. У леопарда шкура ярче, веселей. Еще и подошло без приглашения. А я сегодня хотел дать муравьям новое предназначение. И Ева, постояв немного близ Адама, И в заводе воды ушла, Своё разглядывая отражение. И зароптались сущности вселенские тогда. Два совершенства не сумели опознать друг друга. В творениях Бога совершенства нет. И лишь энергия любви по-прежнему Бога окружала и утешала. Ты отдохни, Творец Великий, И разумление в Сына Своего всели. Исправить сможешь ты все великие творения свои. В ответ услышала Вселенная тогда Слава Мой Сын ответил Бог. Он Альфа и Овега. Он все из всех. Он первым осознал. Ему чего-то не хватает. И Дева, подошедшая к Нему, Тем новым не обладает. И зароптались сущности вселенские тогда. Чего же может не хватать тому, В ком наши все энергии и все энергии твои. И Бог ответил всем. Энергии любви. Воскликнула энергия любви. Но я одна. И я твоя. Тобой сверкаю. А Бог в ответ. Спеши, энергия моя. На землю опустись. И в них вселись. Всех будущих моих сынов и дочерей. Энергия любви кометой к земле устремилась. И лишь одну искорку оставила вокруг Бога. О самой земли оглянулась. И увидела, что за ней мчится Ее искорка, маленькая комета. И воскликнула энергия любви, обращаясь к Богу. Мой Бог! Но почему? Ты даже искорку одну моей любви с собой не оставь. А дальше идет фраза Бога, которая меня вот и потрясла. А то он ответил энергии любви. Себе оставить, значит не додать. Значит не додать им, всем будущим моим, сынам и дочерям. Ну, вот на этом я закончу. Скажу теперь, что произошло и почему все это изучаю. Таешная отшельница говорит некоторые слова. Я их запоминаю, потом записываю и все. А потом начинает сбываться все, о чем она говорила. Книги написаны. А ведь это она сказала первое. Ты напишешь книгу, ее будет читать много людей. Она не скрывала, она не говорила, что она какая-то чародейка. Она показала механизм, как можно воздействовать женщине на мужчину, мужчине на женщину. И как можно воздействовать, что самое потрясающее, на социум, изменить мир. Я сейчас вам напомню, как это можно сделать. Наверное, при определенных обстоятельствах это может сделать каждый. Но сначала она сказала, вот начертила на берегу прутиком весь алфавит русский. Это она сделала после того, когда я сказал, что я не писатель, не могу писать книги и так, чтобы их читать. Тогда она начертила алфавит и говорит, вот видишь, Владимир, вот это алфавит. Это 33 буквы, которые есть в вашем алфавите. И все книги состоят из этих букв. А я ей говорю, ну да, они, конечно, состоят из этих букв, но эти же буквы надо как-то расставить, чтобы получилась книга. Ну, она говорит, что нужно писать искренне. Ты, когда будешь писать, ты ничего не скрывай. То, что с тобой здесь происходило. Неплохое, нехорошее. Раскрепостись. Не бойся быть смешным, непонятым. Ну, а что со мной там происходило? Потом, как говорят вот эти ученые, которые исследуют, что она все время держала мужчину, то есть меня, на пике чувств. Максимальное чувство удивления, максимальное чувство страха. Ну, временами бывало. Максимальное чувство, ну, влечения как мужчины к женщине, а тронуть ее было невозможно, и все время чувства были на пике, и при таком состоянии все легко запоминались. Ну, и что? Ну, написал обо всем этом. А при чем здесь влияние на социум? А при чем здесь, когда сотни тысяч людей начинают делать родовые поместья? И тогда, и сейчас многие аналитики стали понимать, что Анастасия может представить миру колоссальной силой оружия. Ну, а она может сделать такое сообщество людей, которые способны будут разоружать планету. Вот поэтому и она рассказала о девочке, которые, маленькой девочке, которая способна взрывать на расстоянии существующие боезарядки. Всеми этими высказываниями заинтересовались много научных учреждений в мире, и вот там есть книжка в Альманахе, рассказывает человек, который в четыре университета отправил свое видение, то, что говорит Анастасия, то, что происходит, в четыре лучших университета Соединенных Штатов информацию, и получил приглашение от всех четырех университетов, и приглашение, и приехать туда, и заняться изучением этого направления, и оплатили ему проезд, проживание вместе с семьей, и он сейчас находится там. Так вот, как ответить на вопрос, каким образом она обладает таким колоссальным влиянием на социум? Она это не скрывает, как ими. Что она говорит, вот то, что я написал? Я собрала из всей Вселенной лучшие звуки. Ты будешь писать, а я чуть-чуть переставляла твои же слова, и эти звуки войдут в сочетание букв. Вот мы же знаем, что каждая буква, когда мы ее произносим, мы же произносим звук. Вот и получилось, что она сделала в книге комбинации каких-то звуков Вселенной. Она говорит, что и они будут действовать, и они стали действительно действенными. Вот, а эта способность влиять на социум, это есть самая сильная способность, которая существует в мире. И так, как Анастасия знает все, что было, начиная от сотворения, я сейчас вам покажу одно маленькое доказательство или фокус, где мы сейчас живем и что она знает. Я с Анастасией давно не общаюсь, она объяснила, почему это. Ну, там в книге, помните, она говорит, я знаю, сколько темных сил обрушится на меня, но я их перегитрила. Я какое-то время не смогу тебе, не буду тебе лучиком своим помогать и исчезнуть. Ну, она перед этим говорила, очень много темных сил обрушится на меня и на тебя, Владимир. Но я их перегитрила, вот я не буду тебе помогать какое-то время. И они темные силы растерялись на одно мгновение, не понимая логики в моем поведении, в моем решении. А я этим временем, своим лучиком, быстро-быстро на людей светила, которые будут с тобой общаться. И они придут к тебе. Я светила на твоих читателей, а они не понимали, почему я не помогаю тебе. Но читатели почувствовали, маленькие-маленькие лучики стали сами лучиками светить в пространство и помогать тебе, себе и вашему времени, и нашему времени. И вот так некоторое время я не могу общаться с Анастасией, но встает в Верховный муфти России и говорит, что это дорога к дому Анастасии. Анастасия и берет русский монах книги об Анастасии и идет по тюрьмам в Сибири. А русские монахи? И здесь в Чехии предприниматель, владелец гостиницы, покупает книги и раскладывает их в каждом номере своего отеля. И говорит, пусть их читают люди, ко мне много предпринимателей приезжают. И когда мне было уже совсем плохо, и мне трудно было стоять, ходить, приезжая группа из Америки и говорит, Владимир, как-то ты не так выглядишь, и я уезжаю с ними в Институт Гиппократа. И вижу, эта женщина из Америки, ну она не очень любит о себе говорить, но я не называю просто ее фамилию. Она босиком, она состоятельная женщина, очень красивая женщина, у нее хорошая семья, пол травмы с ней, она босиком, я не смог ходить босиком, она гуляет по Майами, и она ходит по камням босиком, и ест только сырую пищу, есть, у нее есть что кушать, но она приучила свою семью, и я вот то время, которое я там проводил, действительно ел вот эту прекрасную сырую пищу, хорошо приготовленную, но здесь такой нет, и в России, и в Чехии. Вернее, пища-то есть, а рук таких нету, которые вы ее приготовили. Надо, чтобы каждые женские руки обладали такой способностью и знаниями, чтобы вы могли приготовить такую пищу, она действительно лечит. Ну и вот я общаюсь с дедушкой, он такой немножко с юмором, и однажды я увидел, вот, ну, заинтересовался вот эти крупные предприниматели, которые Microsoft, компьютеры делали, Билл Гейтс. Белла Гейтса. Ну, короче говоря, а? Ну, Стив Джобс, да, ну, конечно, короче говоря, дело в другом. В целом, что здесь нету и на него. Стив Джобс говорит, когда его спросили в интервью, что, ну, ему спросили, верите ли вы в Бога? А он говорит, я нигде не видел доказательств существования Бога. А он откуда дальше? И очередной раз, встретившись с дедушкой Анастасией, я говорю, ну, вот человек обладает, это миллиардер, там, в первых строчках, форс журнала, мог бы нанять исследователей, такие вещи делать, но он не нашел доказательства существования Бога. Ну, дедушка, это такой человек, который с юмором может говорить о самой крутой философии. И он мне говорит, это же надо, другие предприниматели, как ты говоришь, да еще занимаются программами, и не смогли увидеть доказательства существования Бога. Ну, он сказал еще и некоторые грубые слова, я ему показал флешку под компьютер. Он говорит, да, им еще надо многое изобретать, чтобы увидеть, что такое Бог. Я говорю, почему? Он начинает объяснять. Я ему говорю, вот видите, вот здесь скрыта информация, огромное количество информации, ну, не обо всем мироустройстве, если ее вставить в компьютер, компьютер включить в электричество, то я увижу и могу прочитать вот эту информацию. Я могу здесь увидеть информацию, как посеять какое-то растение, как за ним ухаживать. А он говорит, и тебе нужно электричество для этого, чтобы его включить. Вот, и где ты ее берешь? Я говорю, в магазине покупаю. Чем больше информации, тем она дороже стоит. Он говорит, ну, хорошо, я сейчас тебе покажу тоже флешку. Но ты ее можешь взять бесплатно, и в нее информации в 10 тысяч раз в девятой степени больше, как минимум, чем в твоей флешке. И вытаскивает из кармана зерно кедрового армия. Вот, если ты ее воткнешь не в железку компьютера, а просто в землю, то содержащаяся в нем информация начнет сама действовать и вырастет в маленький росточек. Потом этот росточек, увидев звезды, планеты, начнет с ним взаимодействовать. У него есть заложена такая информация. Потом вот эта вот информация сделает так, что это дерево вырастет высотой 40 метров. И вот оно сможет поднимать воду, влагу из глубины 10-метровой до иголочки, самой верхней веточки, которая растет наверху. Как ты думаешь, каким насосом она поднимает на такую высоту воду? Потом это дерево родит орех, вот такой, и даст человеку молоко, живицу, масло. Одно дерево сможет полностью обеспечить человека продуктами питания и энергии. И оно будет так делать 500 лет. А когда оно устанет, то вместо себя сбросят на землю свои орешки. Ну, по-твоему, флэшки. И вместо себя начнут так же вырастать и так же действовать дети вот этого кедра. Я хочу отправить вот этим великим программистам и в Силиконовую долину, и прошу вот фонд это сделать, каждому по три вот таких флэшки. Ну, в какой-нибудь коробочке. Пусть они попробуют, пусть они попробуют его, ну, подумать над этим. Каким образом такое количество информации бесплатно можно разместить вот в такое маленькое зернышко. Кстати, вот эти орешки взяли для того, фонд взял для того, это орехи первого урожая, первого урожая, чтобы вы могли ну, каждый хотя бы по одному зернышку взять, чтобы еще словил не хватило. Знаете, если я дальше вот в эту тему буду свою любимую углубляться, вот как она все делает, время займет, а времени все меньше и меньше. Ну, просто у вас здесь такие строгости, порядок, чтобы вот строго по часам все было, поэтому а когда еще я вот сюда, ну, хотел, ну, когда еще готовился к поездке сюда, тут у вас такие очень хорошие трепетные организаторы, вот здесь присутствует Валентина, а вот ее можете... Это пани Валентина Ломаренко Луровска, она из-за Георгии. Ну, и прекрасная дочь Ирина. АПЛОДИСМЕНТОМ И они вот все с фондом переговаривались, 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 и ну, они готовили как-то встречу эти вопросы, что интересует больше всего вот вас, ну, я имею в виду, читателей. Ну, и если вот не возражает, ну, и вот выбрали вопросы, которые очень сильно интересуют, если не возражаете, я их в один вопрос попытаюсь соединить. Интересует все об Анастасии, переход в родовое поместье сразу или постепенно, сколько детей рожают в родовых поместьях. Есть ли случаи, когда читатель прочитал книгу, пытается прожить те чувства, о которых говорила Анастасия. Потом нарожают детей, и муж уходит к другой, а жена остается с тремя-четыремя детьми. Может быть, в книгах не все сказали, чем отличается поселение родовых поместья от эко-поселений, дачных обществ, и уже существующих деревень. Ну, и вот этот вопрос такой очень серьезный. Очень важен вопрос любви в поместье, особенно в Чехии, где много разводов. Секс на телевидении в интернете, в книгах, пособиях и журналах подается как одна из главных составных частей жизни. В этом году у нас узаконили брак гомосексуалистов. Молодежь мучается без любви. Даже между читателями книг есть много таких, которые в 30-летнем возрасте не могут найти свою половинку. Что делать, если один член семьи принимает информацию с книг, а другой нет? Сказать, это все лишить родовое поместье не поможет, потому что и в родовых поместьях разводятся. Ну, в общем, вот это во многих, ну, задают во многих, при многих встречах вопросы о любви, и почему так все происходит, почему эти разводы, это не только в Чехии. Не знал, что ответить раньше, но в России уже существует около 400 поселений и поместьей, а уже населенных пунктов, состоящих из родовых поместьев. И там есть на чем анализировать. И там тоже иногда встречаются возводы, но очень редко. Так вот, что я хочу сказать про любовь. Есть описано в книге обряд любви, которому несколько тысячелетий, ну, по крайней мере, более тысячелетий. Вот этот обряд, он не принадлежит ни к какой гривии, ни к каким верованиям. Этот обряд, он проверяет мужчину и женщину на то, насколько их чувства серьезны, и сколько они вместе могут прожить. Я вам чуть-чуть напомню, и вы все поймете. Вот смотрите, как происходит встреча мужчины и женщины в наши дни. Где то, как то они встречаются, но где конкретно, возможно, на работе, возможно, на дискотеке, но как мужчина смотрит на женщину, что он видит, и что он предполагает с ней сделать. Ну, если он более серьезные отношения, он предполагает на ней жениться. А для чего жениться? Ведь часто они еще доженить бы, ну, уже были интимные отношения. А для чего жениться? Ну, можно сказать, что, ну, для того, чтобы родить детей. А что делать с этими детьми? Как с ними общаться? Кто с ними будет общаться? То есть какой-то абсурд. Иногда мужчина видит женщину, если она есть такое понятие сексуальное. Как ты сексуально выглядишь? Ну, это обычное влечение, которое может спутить с любовью. Она вот его влечет и все, влечет и все. Ну, думает, что, а, а вдруг это любовь? Ну, потом он с ней вступил в эти отношения год-два, но и увидел более сексуальную женщину. Ну, и с ней с этой развода сожрился, но потом прошло какое-то время, он увидел еще более сексуальную, или просто она не более сексуальная, она моложе, она интересная, а вдруг там что-то новое. И так до бесконечности. Вот поэтому происходят все эти разводы, что не моделируется будущая жизнь. Не моделируется будущая жизнь. Не мужчины не женщины. Спросите у молодоженов, как вы будете жить, они начнут раздумывая, сказать, ну, мы, может, заработаем на квартиру, может, родители, но это не жизнь. Когда люди говорят о квартире, там, это же не жизнь. А как проходит, вот, такая ситуация откладывает на отпечаток на саму свадьбу. Я имею ввиду обряд свадьбы. Что происходит? Как проходит современная свадьба? Он и она приходят, записались в какую-то бумажку. Двое свидетелей подтверждают, что они расписывались. Далее они садятся на машину, как у нас в России, едут по городу, к вечному огню посещают, там, еще какие-нибудь достопримечательности. Потом идут все вместе в кафе или ресторан, где происходит банкет. Им дарят подарки какие-нибудь, побрякушки, бытовую технику, и все расходятся по домам. И все привыкли к этому и думают, так и надо, но это самая большая дикость, самый большой абсурд. Сравните вот это с обрядом, который привела Анастасия. молодые люди где-то встретились, может быть, как они раньше ходили на улицу, также танцевали, также водили хороводы, встретились и полюбили друг друга. Ну, а думали, что полюбили. И тогда неважно, он мог первым подойти или девушка к нему могла к первому подойти и сказать «Любимый мой, с тобой я сотворить любви пространство могла в любви». То же самое он мог ей сказать. И дальше что они делали? Они шли за оковицу и выбирали место, где они будут делать свое пространство любви. И вот это проектирование будущего пространства могло занимать несколько месяцев, могло занимать год и более времени. Что они могли уходить домой, возвращаться туда, могли построить шалаш и вместе в этом шалаше ночевать, но не вступать в интимную близость. Не вступать не потому, что кто-то их запрещал, а потому, что перед ними стояла величайшая задача, и они не думали об интимной близости. А в чем же заключалась эта величайшая задача? Что такое создать пространство любви? А это нужно было создать проект, его макет, в котором правильно расположить местонахождение дома, сада, всех насаждений, которые будут в их пространстве. Посадить так, чтобы когда дул ветер, слышалась не просто шелест листы, а музыка. А кто будет принимать у них экзамен вообще? А экзамен будут принимать родители со стороны жениха и со стороны невесты, друзья и просто жители поселений. Вот это экзамен. Представляете, они сдают экзамен такой комиссии, которую выше трудно придумать. Это не профессор какого-то института, который станет зачет. Это можно, если сделать неправильно, опозориться на всю оставшуюся жизнь. Вот поэтому они увлекались. И вот когда у них этот проект был готов, они шли, чтобы пригласить своих родителей, друзей, знакомых на день бракосочетания. На день венчания в праге. Но когда они приходили в дом в каком-то населенном пункте, они все понимали, что они идут приглашать на свою свадьбу. Их приглашали в дом. Им показывали хозяйство. И кто-нибудь из этих молодых молодоженов мог сказать, о, какая у вас красивая ябленька. Вот это означало, что вот эта семья должна им подарить садовец ябленьки. А в другом доме они могли сказать, ой, какие у вас красивые котятки. Это значит, что именно в этой семье они выбрали котенка. Ну, третьей семье могли назвать лошадку. Ну, что угодно. Это значит, что им это нужно было подарить. Потом уже в русских и других сказках появится волшебная палочка, махнув которой за одно мгновение можно получить замок, рай, цветы. Так вот, это было на самом деле. Только смотрите, как просто все, благодаря только одному обряг. В назначенный день все эти люди, знакомые родители собирались на этом месте, где они сделали свой план будущего поместья родового, своего пространства любви. На полник вставал жених и рассказывал где что должно здесь расти. и когда он называл точку, что здесь должна расти яблоко у нас будет, тот человек, который принес этот саженец яблоки, он назначен и момент, когда будет сигнал, подойдет и посадит ее. Тот, кто у кого они попросили вишенку, посадит вишенку, тот, ну и так далее, так далее. И когда родители уже спрашивали, а кто будет венциносным над этим пространством, тогда девушка брала заготовленный венок, вставала на этот холм и одевала венок на голову своего избранника. Вот отсюда из древности каким-то образом дошло это слово венец, венчание. она одевала ему этот венец. А дальше, когда уже все было высажено, что происходило? Забирали вот этого парня и забирали девушку. Парня к себе домой родители, девушка к себе домой родители. Они выдержали колоссальные иззади, они выпуслили колоссальное количество энергии. Они давали дома молодому человеку напиток и он спал двое суток. Просыпался, кушал и снова спал. И также невесте. А за это время уже заготовленный дом родители переносили и ставили на то место, где указали эти молодые с рук. Ставили там стол, кровать и вот проспав двое суток, проснувшись полным сил и уже успокоенным, молодой человек бежит к этому своему пространству полон сил, где его ждет его любимая девушка, теперь уже жена. Он бежит к ней на рассвете. Дальше какая у них происходит сцена любви, никто знает, но она не похожа на те сцены интимные, которые есть сегодня. Я для того вам все это рассказал, чтобы попробовать сегодня перенести этот таблет на сегодняшний день. Я предлагаю вот семейным парам взять, сесть друг напротив друга и сказать, давай мы с тобой распланируем нашу будущую жизнь. это должна сделать женщина. Мужчина скажет ей, ну что-то с тобой, у нас уже дети, скоро появятся внуки, ты говоришь, давай, я вот всю жизнь трудился, заработал, квартиру купил, квартиру своим детям, ты говоришь, давай планировать жизнь. А он ей скажет, ну почему, она ему скажет, ну а как ты вот считаешь, а сколько нам осталось жить? Ну нам же уже по 60 лет. Вот я хочу с тобой жить вечно. Он скажет, ну что-то с тобой наверное происходит не то. Ну хорошо, давай все-таки попробуем, давай. Они могут попробовать, давай еще одну квартиру купим, внук-то вот на подходе, давай, слушай, а может быть вот нам продать эту квартиру, там купить поменьше, давай поможем материально своим детям. Какие бы проекты они не строили, они в конечном итоге, чтобы достичь своей цели, придут только к одному, что им нужно начать создавать пространство любви, которое они не создали в свое время. Начать сейчас, пусть 60 лет, прожить в нем какое-то время и подарить своим детям и внукам и правнукам, тогда под тем кедром, которые они посадят, будут сидеть их правнуки и их вспоминать. И в одном из ребенков, который родит праправлочка, вдруг окажется, что эта праправлочка копия этой женщины, которая задумала это пространство любви, и что у нее такие же привычки, что это она вновь возродилась в этом пространстве. И так оно и будет, потому что это физика, потому что это любовь, великая энергия, а по законам физики энергия не может бесследно исчезать. Так вот, я немножко перескочил, а вы знаете, как вот эти молодые люди, которые совершили обряд венчания древних, они не могли разлюбить друг друга. Знаете почему? Потому что сам обряд тесно связывал мужчину и женщину в трех видениях любви. Да, конечно, этот мужчина смотрел на женщину как на женщину, просто как на женщину. Но он, после того, как они сдавали экзамены, создали это вот свое пространство любви, начинает смотреть на нее как на это пространство малой родины. Он ее отождествляет с этим пространством. Это пространство в глазах этой женщины, его любимой девушки. Потом наступает обряд, когда они рождают первого ребенка в этом пространстве. Рождается первый ребенок. Он помогает ей рожать. Он закапывает плаценту. И вот он видит первый вот этого своего своего ребенка. И он отождествляет свою любимую с ребенком. Когда он смотрит на свою любимую, у него работают три чувства. Чувство любви к женщине, чувство любви к родине, пространстве и чувство любви к ребенку. Скажите, вот какой ребенок самый прекрасный на свете, красивый, хороший, любимый, какой? Это ваш ребенок. И вы его никогда не разлюбите, даже если ему уже не два, не три годика, много лет. И вот поэтому, когда он смотрит на свою женщину, которая уже девяносто лет, то он не видит в ней старушку. Ему просто очень нравятся новые морщинки, которые появились на лице его любимой. Когда он видит, что она не так резко сбегает с крыльца, ему нравится новая походка его прекрасной любимой. Вот что такое пространство любви. Я вот как-то немножко увлекся. Хорошо, ты его совершенно сталкнула. Давайте вот про эту любовь я вам ответил. Знаете что, вот я вам рассказывал вот это, а вы, кто-нибудь из вас подумал, ну это слишком сказочно, слишком фантастично. Так вот то, что Анастасия делает, она делает с полной самоотдачей, она делает это с полной уверенностью, что так произойдет и так оно происходит. Вы можете представить человека, ну, может быть, вы слышали, об этом я на нескольких конференциях рассказывал, приходит в поместье пожилой человек, его лет 70 или больше, он разбивает, ставит палатку и живет там два года даже зимой. Ну, он там сидит с тетрадкой пишет стихи и топит печку-муржуйку и пытается садить грядки. Когда мне об этом рассказали, я поехал к нему и спросил, зачем вы это делаете, что вы хотите. И он стал читать стихи про будущее России, про меня, про Анастасию, про свою жизнь. А в конце он, когда я уже уходил, он сказал, что Владимир, ты не добрый, я вполне в здравом уме, просто я планирую здесь свое пространство любви, и ко мне придет твоя Анастасия, как пришла к тебе. Но самое главное, что она к нему и пришла, это пришла женщина, которая моложе его на сколько? Где-то на 20 лет они поженились, она более состоятельная, она они построили дом, помогали соседи, они построили, они посадили сад, и они приезжали на мероприятия, на фестивали, она было видно, что они любят друг друга, вот любят, понимаете, она могла поднести ему стульчик, чтобы он сидел, она как-то его обихаживала, и он относился, и все радовались вот, этой ситуации. Однажды, когда у них было новоселье, я приехал к ним, вот, и она говорит, знаете, а вы знаете, кто мой муж? Я говорю, нет, не я, кто-то говорит, ну, так, немножко знаем, и вот она вынесла его китик, это казался герой Великой Отечественной войны, весь китик был в артенах и металях, это оказался полковник вооруженных сил в отставке. Когда он умер, она не увезла его на кладбище, она похоронила его в их родовом поместе. Вот, увидев эту историю, я увидел, какая неимоверная сила еще скрыта в Анастасии, она ведь фактически продлила этому человеку жизнь, она ведь дала ему любовь, она привела к нему любимую, можно так сказать. Это не одна история, таких много. И я вот подумал, как все зависит от женщины, вот если я смотрю на ту женщину, пальцем не буду показывать, вот одна жизнь планируется, если вот так вот на другую, другая жизнь планируется, вот если там на третью, немножко третья жизнь планируется, ну потому что она может хорошо на гитаре играть. Так я думаю, надо как бы вот расписать, вот адаптировать этот обряд на старинный старинный обряд, сомневенность и сделать его и для молодых, ну хотя вот в России его пытаются повторить и повторяют, но они не могут пригласить опытных родителей, которые помогут как-то, ну частично повторяют, но я думаю, что ой какая идея грандиозная, вот я думаю, что родиться вправе, что-то такое, знаете, что оказывается нужно этот обряд внедрить для молодоженов новых, но и все люди должны его повторить сами. Только вот знаете, изменение нужно сделать, там они приглашали родителей и друзей, а вот эти пожилые люди современные пригласят туда своих детей, внуков и скажут каждому, ты вот это подарил, ты вот это подарил, и вот это подарил. ты котенка, ты собаченка, ты вот это дерево посадишь, между ними начнется восклон. Но это яркое мероприятие останется с ними надолго, его картины останутся надолго, и они приедут в это место в конечном итоге. Дети, внуки, они будут на нем думать. Я еще хотел рассказать, как можно вернуть туда своих предков, как можно собрать весело, но вот время уже вышло. Я вот очень благодарен вам, вот здесь сидящим, что вы как-то вот подключили меня сегодня, потому что вы такие добрые, что у вас столько много прекрасного мероприятия. Спасибо.